Инспирия Сьюзен Хилл Обеты молчания Читает Александр Дунин На улице было тихо. Солнце слишком сильно нагрело её машину, и поскольку у неё не было такой роскоши, как кондиционер, она открыла окна и дверь и подождала, пока она охладится. И пока она ждала, она увидела его, слоняющегося по тротуару с другой стороны дороги, в тени. Он остановился, чтобы зажечь сигарету, отвернув от неё голову. Внезапно она подумала, что могла забыть запереть дверь на двойной замок. В этом районе орудовали грабители, целые шайки, но в основном они лазили в частные дома или в квартиры на первом этаже. Она заперла дверь на двойной замок. Господи, неужели она превращается в одну из этих женщин, которые возвращаются по девять раз, чтобы проверить, выключен ли газ или ещё по три, чтобы посмотреть, не горит ли свет в ванной. И когда опять подняла голову, мужчины уже не было. Она зашла с яркой, солнечной улицы в тёмный квартирный холл и почти ничего не увидела. Лампочка на площадке первого этажа опять не горела. Владельцы отдельных квартир были индивидуально ответственны за освещение на своём этаже и должны были менять лампочки при первой необходимости. Мел разозлилась. Люди на этом этаже постоянно оставляли свою площадку в темноте. И это было опасно. Надо будет попросить Крейга снова дёрнуть их по этому поводу. Только дойдя до своего этажа, она поняла, что забыла газеты на заднем сиденье машины. Она остановилась. Зайти, разобрать продукты и спуститься за ними позже? — Сбегать прямо сейчас? Нет. Зайти, бросить сумки и бежать обратно вниз. Она открыла дверь их квартиры. Перидор был освещен ярким вечерним солнцем, бьющим из окна кухни прямо напротив прихожей. Она опустила сумки. Она вырежет две статьи и сразу же отправит бабушке и семье маленькой Лили. Одну вырежет для своего свадебного альбома. У неё будет на это время позже, когда она будет ждать, пока готовятся разные ингредиенты. Она вылетела из квартиры и стала спускаться по лестнице почти что бегом, чуть не поскользнувшись на верхней ступеньке плохо освещенного пролёта. Она нашла парковочное место в нескольких ярдах вверх по улице, достала ключи, газеты, есть на заднем сиденье. Она помахала рукой пожилой леди, которая большую часть дня сидела на своём стульчике у окна в домике напротив. Заперла машину. Она запыхалась, потеряла форму. Пора снова доставать купальник. Столько всего надо было сделать во время этой свадебной гонки, что её ежедневные занятия плаванием отошли на второй план, и она чувствовала разницу. Она вернулась к дому, потянулась к кодовому замку, но парадная дверь была открыта. Люди с нижнего этажа часто забывали закрывать её как следует, и это выводило её из себя. Какой смысл ставить на парадную дверь дополнительный замок, от которого знают код только жильцы, если половину времени она всё равно нормально не закрыта? Она поплелась вверх по лестнице, снова через неосвещённую площадку, и дальше на свой этаж. Лучше бы она не брала эти лилии, каллы. Они закрывали с собой всю фотографию. Огромные, жёсткие, восковые штуковины. Она была не из тех, на кого можно надавить, но тогда она уже выбилась из сил, весь день выбирая подходящие туфли. И флористу удалось найти дыру в её броне. Может, она заключила какую-то особую сделку по этим каллам. Определённо казалось, что их вокруг ужасно много. Их вид ей совсем не нравился, но, конечно же, они не испортили главный день. Зато они испортили фотографии. — Забудь об этом, — сказала она себе вслух. — Она что, оставила дверь их квартиры только на защёлке? Было как-то странно. Когда она открыла дверь, за долю секунды Мелани Дрю поняла, что именно было странно. Несколько минут назад, когда она бросила здесь сумки, солнечный свет лился из кухни прямо в коридор. Сейчас его что-то закрывало. Там была темнота. Тень. Солнечного света не было. Странно. Когда она приблизилась к кухне, она увидела, что свет заслоняет фигура. Потом всё стало на секунду ярким, как ослепительный белый свет, в центре которого был взрыв звука. А потом... Ничего. Совсем ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok